Приветствую вас. Я думаю, что, в общем, не скажу ничего нового, если озвучу тот факт, что парень, задевая вас, собственно говоря, ногой, да, хочет как-то обратить на себя ваше внимание, хочет, чтобы вы увидели, что он есть, это такое вот, такое заявление, вот, типа, посмотри, посмотри на меня, посмотри на меня, я здесь, я есть, я существую, ну, вот, и, соответственно, я хочу, чтобы ты, вот, ну, видела, знала, что я есть, что я тут, что я, как бы, ну, что я, короче, это желание человека обратить ваше внимание на себя, вот, условно говоря, это первое. Если в этом какой-то сексуальный контекст, да, если в этом какой-то, ну, не знаю, любовный контекст, сказать сложно, потому что нужно все-таки как-то больше информации о вас, нужно знать, что вас связывает, вот, и связывает ли вас вообще что-то еще, вот, помимо, так сказать, того, что человек задевает вас на голь, то есть, если есть, ну, если есть, если есть что-то еще, если есть какие-то еще аспекты, ваших отношений, о которых, ну, допустим, можно было бы рассказать, да, то мне кажется, что это вы можете сделать, но в целом человек, действительно, имеет к вам какое-то симпатическое симпатия, то, по крайней мере, если у вас нет живого общения, именно живого общения, если у вас нет, то человек, очевидно, хочет, значит, показать вам, что вот именно, как-то вот внешне, да, именно внешне вы ему нравитесь, вот. То есть это, ну, я не знаю, насколько это хорошо, насколько это для вас, например, позитивно, то есть я не могу, это нельзя сказать, это вы определите уже сами для себя, наверное. Вот. Но мне видится история, наверное, примерно такой, что вы человеку интересный. То есть здесь на самом деле даже сложно сказать, почему вы такой вопрос задаете. То есть, ну, хочется сказать, что все же очевидно, да, то есть все очевидное, и человек просто пытается привлечь ваше внимание. Причем внимание больше именно физического контакта, вот. Внимание больше именно физического, не духовного, да, не эмоционального, как бы. и тут очень многое зависит от того, как вы сами относитесь к этому, вот. То есть, нравится ли вам это, не нравится ли вам это, одобряете вы этот момент, не одобряете вы этот момент, считаете ли вы, что это плохо, что человек, вот, значит, ну, как-то вот к вам так относится физиологически или нет, понимаете. То есть, это очень все важные аспекты, вот, на которые нужно обратить внимание к вам в своем, конечно же. Меня больше интересует другой момент, меня больше интересует момент, почему вы спрашиваете нас об этом, а не у него. То есть, мы все равно этого человека так или иначе не знаем, мы не можем его знать, мы можем только предполагать, и опираться на, ну, к примеру, к примеру, да, опираться на наши знания, на наш опыт, мы можем, мы, это мы можем, да. Но, все равно, в итоге, в итоге, все равно, определяет это он сам. То есть, это определяет именно, вот, человек, который это делает. И, на мой взгляд, спросить у него об этом, будет, наверное, одной из самых лучших идей, потому что, прояснив все между собой, вы получите возможность действовать открыто, не таясь, и покажете, например, мужчине, что он, допустим, может ли он рассчитывать на что-то с вами, может ли он ожидать чего-то, может ли он, например, ожидать того, что вы ответите ему взаимностью на его, так сказать, действия или нет. Вот, то есть, тут такой момент, вы тратите, вы тратите свои силы сейчас на то, чтобы спрашивать у психологов, как и что происходит. Вот. Вот. Вы тратите свои силы на то, чтобы, ну, на то, чтобы понять. Вот. Вот. Я не думаю, что это сделает ваши отношения какими-то, ну, качественными, какими-то серьезными, какими-то более, ну, более, 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 более честными, может быть. Потому что все равно будут ситуации, когда не будет какой-то определенности, все равно будут ситуации, когда нужно будет принимать какие-то решения. И если вы не будете в этих ситуациях, например, полагаться на себя, если вы не научитесь полагаться на себя, то ситуация будет крайне негативной. Негативно складываться. В том числе и для вас. Вот. Вот. Поэтому, поэтому так важно, чтобы вы все-таки вот именно на это обратили свое внимание. Поэтому так важно, чтобы вы, ну, доверяли себе, чтобы вы доверяли именно своим чувствам больше, а не спрашивали у психологов. И что вам делать. Понимаете? То есть нет ничего страшного, ничего плохого в том, что вы обращаетесь к нам. Нет. Я думаю, что это даже скорее хорошо, чем именно, ну, чем плохо, да? Вот. Но мне думается, что все-таки полагаться на себя, это та задача, та цель, которой вы можете достичь, ну, самостоятельно, либо с помощью психологов. Вот. Чтобы вас что-то водил, чтобы вы подтвердили для начала, что это не случайность. Вот. А как только подтвердили, что это случайность, ой, что это не случайность, сразу выбрали, как бы, модель поведения. В этом, ну, ну, в этом случае, в этом, в таком раскладе. Вот. И все. И мне кажется, что данная позиция, она идеальна для вас. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.